Всем привет! Друзьям, подписчикам и всем зрителям, кто будет смотреть мое видео и желает получить полезную информацию. Сегодня я зачитаю три статейки, весьма интересные статейки. Советую вам обратить внимание и подготовить свою тетрадь, дневничок, где вы отмечаете три темы. Вот, название видео и название каждой темы буду стараться подписывать, если получится, под каждым видео со временем. Итак, эта первая тема будет у меня весьма интересной. Зимовка в однорамочных восьмиместных нуклеусах улья-лежаке. То есть, чтобы вам понятно было, одна рамочка вставляется, всего одна рамочка. С этой стороны перегородка, с этой стороны перегородка. Вот, пчелы не общаются с этой рамочкой, с другим нуклеусом, не общаются. Каждая рамочка индивидуальная маленькая семья. Как это все делается и как сохраняется? Слушаем внимательно. Однорамочные восьмиместные нуклеусы создавались улья-лежаке, поделенном на восемь однорамочных отделений. Литки и прилетные доски окрашены в разные цвета, по четыре литка в каждую сторону. Вот это если этот самый становится лежак, то значит идет одна семья, вторая семья. С этой семьи литок сюда, этот литок закрытый, тут нету литка. С этой семьи в эту сторону. С этой семьи опять в эту сторону. То есть, через одну, через один нуклеус идут литки, чтобы подальше было расстояние. Если с краю первый нуклеус идет литок, то второй нуклеус идет на ту сторону. Третий нуклеус опять на эту сторону. Значит на эту сторону будут идти один, три, пять, шесть. То есть четыре нуклеуса в эту сторону. То есть, один, три, пять, семь. То есть, нечетные все. С этой стороны будут все четные. Два, четыре, шесть, восемь. Итого восемь. Значит, понятно всем. Я думаю, поясню, как это будет работать. Далее смотрим. Четыре литка в одну сторону, четыре литка в другую сторону. Ули имел фанерное дно. Осенью и зимой его ставили на сильную семью с тем, чтобы использовать ее тепло. Фанерку прибивали заподлицо. Читаем дальше. Короче, формировали такие нуклеусы в июле. Матки в них же спаривались и зимовали. На зиму в каждое отделение улья давали рамку в среднем по 2,2 килограмма меда и 300 грамм пчел. Всего было создано два улья, по 8 нуклеусов в каждом. Зимовка прошла сравнительно хорошо. В среднем на одну матку израсходовано по 1,7 килограмма меда. И в 1957 году. И по 2 килограмма в 1958 году. Обратили внимание? То есть где-то 2-2,5 килограмма должно быть рамки. Читаем дальше. В некоторых семьях матки начали класть яйца. Сильная сырость, которую наблюдалось в зиму 1957-1958 год, была устранена путем... Так, вот тут написано следующее. Сейчас прочитаю, каким путем. Вентиляции в потолочинах, закрывающих каждое отделение. Ну, можно сделать из сеточки в вентиляциях, которая закрывается. Можно потом эту закрывать окошечко или открывать. Нуклеусы контрольной группы размещались по 2, в 12-рамочных ульях. То есть еще контрольная семья была нуклеусы. В каждом нуклеусе было по 3 рамки, 750 грамм пчел и в среднем по 5 килограмм меда. При весеннем осмотре во всех нуклеусах имелось небольшое количество расплода, от 6 до 13 квадратов. Расход меда на одну рамку составил 3,8 килограмма. Но это были большие нуклеусы по 2 в 12-рамочных улях, по 3 рамки было нуклеуса. Способ зимовки запасных плодных маток в однорамочных восьмиместных нуклеусах может быть использован в условиях Украинской ССР. Он дает экономию меда на матку до 2 килограммов и требует половину меньше пчел для заселения, чем при обычном способе. На каждый нуклеус необходимо оставлять 2,5 килограмма меда и не менее 300 грамм пчел. Естественно, пчел можно взвесить, струсить их в определенную емкость, чтобы до 300 грамм пчел было на одну рамку. Это все можно подготовить, одну семью расформировать, сделать. В этих же нуклеусах не следует спаривать маток. Когда вы струсиваете их в зиму, это можно делать, как они тут описывают, уже поздней осенью, и у вас есть запасные нуклеусы, и то есть добавляете определенное количество. Несмотря на разную высоту литков и окраску стенок нуклеусов, матки в них при спаривании путаются, теряются, и осенью эти нуклеусы приходится заново формировать, добавляя мед и пчел. То есть сначала они написали, что они сделали там, но когда они уже поняли, что матки теряются, то они говорят, что эти нуклеусы можно формировать осенью. Подготовили ящик, рамочки, это очень удобно, рамочки с медом подготовили, взвесили заранее, подготовили рамочки. Эта рамочка пойдет с весны на нуклеус. 2,5 килограмма, можно кантером взвесить, чем хотите, ручными весами. И отставили 8 рамочек. И также в запасе у вас должны быть матки. Как я уже говорил, и у меня на видео есть очень интересные методы, когда могут две матки сожительствовать в семье. Если вы старую матку закрыли в клеточку, то они к осени вам выведут еще одну матку, потому что они считают, что эта матка захромала, как по каким-то образом она не может сеять яйца. И когда они выводят последующую матку, они выводят как матку тихой смены, то вы имеете вторую хорошую матку, позднюю. И одну из них вы можете забрать вместе с пчелами, потому что пчелы сохраняют и первую матку, и вторую матку. И когда вы заключаете матку в клеточку и задаете меда, то за этот период пчелы выведут вам запасную матку. И так у вас будет осенью матка, и можно от этой семьи, она свободная, сразу 300 грамм пчел струсить и сделать отводочек. И поставить, как говорится, перевезти на новое место, желательно. Или, если погода теплая, чтобы пчелы не слетели, перевезти вместе с маткой на новое место, где они могут еще облетаться. И на новом месте, подальше от пасеки, чтобы они не слетели не меньше 6 километров, как говорится, чтобы было. Итак, друзья, обратили внимание на эту систему. Я думаю, это весьма хороший метод. Осенью засыпаете, я вам рассказал, как вывезти новую матку. Еще раз повторяю, в клеточку сажайте старую матку, она перестает класть яйцекладку. В течение 10 дней могут пчелы заложить от этой же матки, так как она захромала маточник. Если они не заложили маточник в течение 5-6 дней, вы ставите с другого улья рамочку с расплодом, они обязательно заложат маточник, потому что они увидели, что матка хромает. И выведут хорошую матку, очень качественную матку. И, друзья, поэтому у вас будет 2 матки в течение месяца, вы будете иметь 2 матки, как говорится. И вы сможете 1 матку свободно забрать осенью, поздние матки и сделать такой отводок. 300 грамм пчел струсить на 1 рамочную, то есть желательно, чтобы было 4, 6, 8, 8 рамочных нуклеусов, рядочком стояли перегородочка, весьма тоненькая фанерка, перегородочка, весьма тоненькая фанерка, чтобы они могли обогревать себя. 300 граммов пчел и 2,5 килограмма меда и матку. С этой же семьи вы можете взять или та, что в клеточке, или та, что вывелась. Итак, удачи вам в этом опыте. Хочу еще вам прочитать интересные статейки, вот, заострите ваше внимание. Зимовка с расширенными улочками. Я вам сейчас покажу, как это выглядят улочки, как он, вот два варианта, я думаю, вам понравится. Итак, посмотрите, как он составляет рамочки. Видите, вот это вот АА1 улик. Видите, 3 рамочки в нормальном состоянии, по 12, а последняя рамочка стоит на расстоянии 30 сантиметров, и с этой стороны крайняя рамочка на расстоянии 30 сантиметров. Такой вариант, по центру матка с пчелами, оставшиеся пчелы в большом количестве скопляются с боков, создают большие колодцы, где они скопляются и создается правильное развитие зимовка. Вот, есть еще такой вариант, другой вариант, он предлагает этот человек, с расширенными улочками, по две, смотрите, по две, видите, по две. Две с краю, а расширенная, как говорится, 30 сантиметров, и две по центру, и две опять с краю. Создаются колодцы, матка оставляется в центре, и они обогреваются хорошо и хорошо развиваются. Итак, друзья, значит, вот такой вариант предлагает человек, вот, он тут подпись, Ростовская область, станица Миллерово, Мельников, предлагает, в свое время, в 59 году. Он делится опытом. Зимовка называется с расширенными улочками. За всю мою немалую практику я припробовал много способов зимовки пчел в разных условиях и с разной сборкой гнезда. В результате я остановился на зимовке с расширенными улочками. Гнезда собираю так, как показано на схемах, я вам показал. Улочки между некоторыми рамками довожу до 30 миллиметров, 30 миллиметров, я, может, там что-то говорил со сантиметров, 30 миллиметров. А между нормальными 12 миллиметров. То есть, по-видимому, он вытаскивает одну рамочку, промежутки вытаскивает, вот такое расстояние. То есть, через три рамочки по центру стоит, одну рамочку выточил и крайняя. Если вставили одну сюда, тогда будет нормальная постановка. А если по одной вытащили с краю, получается 5. Итак, читаем дальше. Что дальше? Правда, запасов кормов я оставляю до 30 килограмм на осенне-зимне-весенне-осенний период. Осенне-зимне-весенне, то есть на осень, зиму-весну. Весной в гнезде бывает до 20 килограмм меда. И в большинстве случаев он весь не расходуется пчелами. То есть, немного берут пчелы. При зимовке на воле на расширенных улочках, подмора по сравнению с семьями, зимующими на нормальных улочках, бывает меньше, примерно на 40-50%. А расплода весной больше. Сырости же совсем не бывает. Семьи зимуют под снегом, как в холодных кожухах, по 4 улья вместе, так и по одному улью. Вот, друзья, читаем дальше. Эту же статью я вам уже показал. Весной улья освобождают от снега. Пчелы, зимующие на улье, обычно обледываются раньше, чем зимующие в помещении на 15-25 дней. Итак, друзья, вот такая вот информация. И тут было напомнено в этой статье, что они зимуют в кожухах. В Америке тоже практикуют иногда, даже у меня есть в пчеловодном журнале. Это информация, кожухи продаются, то есть, которые одеваются на улик, определенные кожухи. Я прочитаю вам следующую статью. Пчелы зимуют в кожухах. То есть, это сверху как бы одежда накрывается, одевается на них. Четыре года я практиковал зимовку пчел на воле в условиях Киевской области. Семь я помещал в ящики на 8 рамок, сделанные из 20-ти миллиметрового теса и обитые снаружи, с наружной стороны толья. То есть, этих семей он помещал в ящики специальные для зимовки. Ящик оббивал войлоком или пергаментной бумагой. Дна в ящике не делаю. При постановке его в улей лежак прикрепляю под низ листоля, что дает возможность весной быстро очищать доня от мусора. Стоит только осторожно поднять ящик и отнять листоля, на котором находится мусор, и ящик снова ставить в улей. То есть, он говорит, что эти ящики были на 8 рамок, они свободно входили в улик, а улик служил кожухом, как бы, защитой. Литок в ящике делают только внизу. При постановке ящиков улей лежак на теплый занос, леток совпадает с литком улья. Для лучшей вентиляции воздуха в крышке ящика с левой стороны вырезаю круглое отверстие диаметром 50 мм, которое совпадает с таким же отверстием крышки улья. Кроме утепления между стенками улья и ящиком, делает утепление пакля-мох, утепляю дно улья. Весной, когда становится теплая погода, из ящика рамки переставляю улей в положение холодного заноса. Когда наступит время главного взятка, ящик используют как магазины, которые приставляют к левой боковой стенке улья. Улья лежаки делают 16-рамочные. Зимой у пчел в таких улях кожухах проходит хорошо. Друзья, обратили внимание, что кожухом используются ульи. А туда ставят ящики, которые не имеют дна, на толь. Толь снизу ложат внутрь, как говорится, на дно улья. И вот таким опытом делится. Ну и еще маленькая-маленькая статейка. Важно защитить пчел от ветра, называется. Подготавливая пчел к зимовке на воле, я располагаю улья так, чтобы ветер не задувал в литки. В поддоне ульев насыпаю хвойные иглы. Хвоя также закрывает стенки ульев на 10-15 см. Предохраняю семью от холода и от мышей. Нездо располагаю в середине уля напротив литка. Между рамками оставляю расстояние около 8 мм. С боков около 8 мм тоже. С боков низа вставляю доски и пустое пространство забиваю хвойными иглами. Сверху помещаю подушку из моха. Вентиляция улья и доступ воздуха осуществляется через верхний литок, который открыт всю зиму. С наступлением холодом окутываю улья матами из соломы. Такая подготовка обеспечивает хорошую зимовку пчел на воле. В начале марта пчелы, как правило, облетываются. Зимовка на воле повышает продуктивность пчелиных семей. Итак, друзья, на сегодня я решил вот это вам сказать. Больше у меня нету на сегодня, так сказать, на это видео. Будем ждать следующего видео. Что-то понравилось вам, друзья? Отметили в вашем дневнике журнале? Поставили лайк? Подписались? Будет вам удача, друзья, потому что вы развиваетесь и постоянно полезную информацию хочу вам передать. И если вы будете постоянно развиваться и практиковать, то вам будет весьма интересно. Вы будете удачливые. У вас будут и матки запасные в осень. Если вы не будете лениться, вы будете работать. И у вас будет еще маленькая настольная циркулярка, как говорится, сейчас можно приобрести. У вас будет немного досточек. Вы можете делать сами улья. Если у вас это получается, и вы любите это дело, вы будете всегда довольны, потому что вы делаете ваше любимое дело. И вы будете всегда радостны. И когда вы поработаете с пчелами, у вас будет удача, будете спать хорошо и будет хорошее настроение. Ну и, естественно, будете долго жить. Все, кто занимается пчеловодством, долгожители в основном. Удачи вам и хорошего настроения, хорошей зимовки. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok